друзья прекрасный день замечательная погода для того чтобы продемонстрировать вам очередной пример недорогой сочинской недвижимости ну правда сегодня не квартиры а на повестке дня у нас сегодня будет дом очень выгодный дом который можно купить для себя для перепродажи просто вложить деньги в общем обзор будет полезен всем тем кто это интересуется именно домами и я неспроста нахожусь на сириусе на набережной самом так сказать сердце адлера если можно сказать здесь это все в кофе и вот все заведения приятные это эмеритинский отель ресторан босфор библиотека конгресс-центр пожалуйста редисон конгресс-центр и этот ролик безусловно будет полезен всем тем кто просто хочет понять вообще какие цены сейчас на дома в сочи потому что если вы досмотрите до конца вы хотя бы поймете на что вам нужно на что вам можно ориентироваться если вы хотите купить себе дом в сочи в бюджете например 20-25 миллион рублей конечно вот и забегая вперед скажу что дом находится от этого места наверно в 10 минут езды грубо говоря там выполнено озеленение дом симпатичный красивый свежий построенные вот буквально вот недавно и проходят ипотеки в общем все адрес все коммуникации все класс когда я говорю что от этого места это значит от всех олимпийских объектов это знать что от самой от самой набережной фактически от моря то есть 10 минут от моря 10 минут от олимпийских объектов от секций от самого сердца эмеритинки и адлера понимаете вот поэтому я сейчас сажусь в машину и покажу вам дорогу без всяких ускорений замедлений и вы сами поймете сколько реально занимает эта дорога вы все увидите на своем экране кому интересно ну давайте посмотрим вот мы сейчас выезжаем слева от нас остался меритинский справа от нас конгресс-центр и мы выдвигаемся в сторону черешни он находится рядышком как я уже буду примерно примерно 10 минут от этого места ну а точное время мы узнаем через 10 минут примерно значит смотрите по району буду ехать комментировать все буду вам то есть свое видение ситуации давать то есть это понятное дело элита то есть здесь стоимость недвижимости полтора-два миллиона рублей за один квадратный метр и она многим не по карману физически вот поэтому да и даже честно говоря квартиры вот например во фруктах тоже не всем по карману потому что стоимость там 400-500 тысяч рублей за один квадратный метр если мы говорим про дом в 10 минутах езды отсюда да то получается стоимость одного квадратного метра в районе там плюс-минус там 200 тысяч но получается так вот и конечно же это экономия потому что условно за 20 миллионов вы можете купить себе ну где-то примерно 40 там 50 может быть там максимум 60 квадратов 60 квадратных метров во фруктах например или же 110 квадратов например в 10 минут из для этого места сданная недвижимость как видим пробочка здесь странно чего она образовалась непонятно серьезно ну мы еще сам попробуем объехать ну хорошо давайте посмотрим с пробкой нет на самом деле мы можем ее объехать без проблем вообще можем поехать вот здесь да там пробка почему-то не знаю авария или еще что-то не могу сказать мы поедем по другому пути подъездов вот плюс кстати да видим пробку можем проехать другом месте пожалуйста проедем не по такой хорошей трассе да а по обычной такой дороге которая будет вести ну скажем так который будет идти сквозь обычные жилые массивы сейчас увидим сколько здесь занимает дорога наверное здесь минутки на 2 на 3 подольше ну посмотрим какая красота все-таки окажется вот тут я вообще обожаю горы и реально я люблю их больше чем море вот серьезно и как по мне выбирая между видом на горы и видом на море я бы никогда не променял вид на горы в пользу моря нет я бы не сделал именно поэтому у меня дом с видом на горы и вид у меня потрясающий вот и соседний участок тоже кстати продается не дешевый сразу скажу там почти восемь соток и по цене он стоит 15 миллионов рублей не дешево скажу сразу не дешево но поверьте более эксклюзивного более невероятного вида в сочи вы наверное просто не увидите за эти деньги считаю грубо говоря там 2 миллиона за сотку едем мы через промзону то есть это еще раз говорю это объезд не надо ориентироваться на что это там дорога вот это основная это не основная дорога к нему но так тоже можно проехать то есть вы никогда не будете стоять в пробке потому что я к нему несколько подъездов из страны сочи из страны адлера из черешни откуда только с поляны можно заехать в общем подъездов очень много и это очень удобно а 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 кто не знает это микрорайон черешня она достаточно большая здесь вот и жилые гаражи и стены квартиры дома и чего здесь только нет вот и и в целом она очень востребована я имею ввиду как микрорайон почему потому что он находится рядом с олимпийским парком рядом со всеми спортивными комплексами куда ходят дети рядом со школой сириусе там то есть ну вот все что нужно людям здесь находится в пяти в десяти минутный десяти минут езды понимаете вот то есть фактически вот мы едем сейчас пять шесть минут и и грубо говоря мы пол черешни уже проехали с этой стороны с левой стороны если заезжать но черешня она большая то есть если брать например вот черешню где которая выше блинов верхняя веселая и те районы то конечно там еще плюс минут пять надо добавлять ну тоже десять минут друзья вот я честно скажу сочи так устроен что из любой точки его можно доехать до практически любой точки да извините за тавтологию за там максимум 15 минут ну серьезно то есть даже будь то центр сочи будь то будь то там адлер хорошо что мы даже попали в такую небольшую ситуацию когда пришлось показать им альтернативный путь потому что иначе ну иначе вы думали что там в сочи все идеально нет пробок а так хотя бы начинайте понимать что в сочи реально больше миллион людей а тот отходят мифы что там в сочи якобы там 700 тысяч максимум друзья поверьте мне 700 тысяч было 2017 году сейчас в 2022 здесь около миллиона двухсот тысяч примерно миллион двести вот и из-за этого и летом и зимой есть такие небольшие коллапсы как бы как бы логистические да то есть где ты ну приходится тебе стоять грубо говоря в пробке не долго конечно но приходится и поэтому 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 все так произошло как говорит один известный персонаж но дело не в этом к чему я все это говорю востребован ли сочи друзья ну тут ответ очевиден это для меня этот вопрос даже не стоит но многим вот многим кажется еще что ответы на этот вопрос до конца нельзя получить на самом деле он уже давным-давно получен и люди которые проголосовали рублем которые едут сюда они на этот вопрос уже давно нам с вами ответили поэтому когда мы задаем вопрос востребован ли сочи он был востребован все эти годы а сейчас в связи с известной ситуацией он будет востребован еще больше почему еще больше ну я думаю объяснять не надо но если хотите то свое мнение скажу что весь мир будет для нас сейчас недоступен закрыт и именно поэтому мы будем вынуждены именно поэтому будем вынуждены жить вот так вот то есть ну грубо говоря ездить в определенные страны скажем так которые ну дружественные к нам да вот и покупать недвижимость у себя на черноморском побережье так ну вот мы в принципе уже подъезжаем к повороту к нашему здесь мы поворачиваем направо вы наверное знаете эту дорогу это дорога рядом с воинской частью посмотрите внимательно вот практически вся дорога это идеально ровный асфальт просто мы едем сейчас как вы видите по идеальной дороге фактически и последние только метров 200 наверное это обычно гравийка такая по цепи на щебнем но тоже в хорошем состоянии то есть там никаких там проблем нет то есть любая машина абсолютно любая туда заедет на пути есть магазины вот эти мини-маркеты у дома поэтому не обязательно там затариваться продуктами где-то в каком-то месте продукты первой необходимости можно купить и здесь но если вы в какой-то гипер там заедете грубо говоря гипермагнитом или что то в принципе сюда уже заезжать не обязательно слева от нас была военная часть мы проехали сейчас мы поворачиваем вот сюда это еще один заезд в черешню девчонки там подтягиваются вообще молодцы спорт кстати в последнее время очень много очень много пропагандируется здоровый образ жизни спорта просто я очень рад этому вот два магазина проехали справа слева видите да и сейчас мы едем вот уже непосредственно в саму черешню вот сейчас я вам покажу до конца всю дорогу абсолютно чтобы у вас было понимание чтобы вы там не витали в каких-то облаках а четко понимали на что ориентироваться это повторюсь дома в бюджете 20 25 28 миллионов рублей а вот оборот к нам это улица заря дальше там коттеджный поселок зеландия новая александрия то есть это все дальше и выше вот у нас здесь чуть поближе вот как и здесь асфальт практически до самого дома повторюсь практически до самого дома асфальт 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 а вот здесь хорошая гравийка с подцепленного щебня утрамбованного то есть по которой ехать нормально приятно то есть никаких проблем нет если у вас будет желание ориентируя заря 7 видите слева номер дома вот можете забивать в навигаторе или google карта ориентир заря 7 ну вот сколько ну 13 минут мы ехали 13 это как раз фактически расстояние до этого дома все мы на месте если бы не обижали было были бы за 10 минут заехали ваня приветствую сосед автоматически ворота подъехали открыли открыли не выходя из машины очень удобно и практично заехали здесь два парковочных места на одно из них встанем выходим мы сейчас на месте вот пожалуйста сейчас закроем ворота вот так выглядит территория вот так выглядит сам домик очень приятный такой в светлых тонах выполнено озеленение видите приятно скажем так в любом случае иметь такую лужайку зону с деревьями хорошими там септик так задекорирован здесь тоже зона озеленения смотрите здесь здесь у нас три мандариновых дерева которым лет по 20-25 ну они сами уже представляют собой ценность поверьте они были обсыпными то есть здесь очень-очень много мандаринов было и мы просто подрезали здесь когда делали вот такую вот опорочку да второе дерево и вон третье видно его да вот настоящий мандариновый сад вот здесь мы обязательно доделаем здесь выход но на данный момент по желанию собственника да то есть мы можем сделать либо озеленение мангальную зону или же можно заложить место под бассейн вот обратите внимание конечно здесь лужайки такой красивый нет пока пока что но вы должны понимать что здесь наверное ну сотки две вот здесь вот здесь даже может чуть больше ну около двухсотых грубо говоря да вот то есть здесь можно мангальную зону какую-то здесь можно зону небольшого бассейна сделать либо наоборот здесь бассейна здесь мангальную зону либо просто беседку для отдыха в общем есть над чем подумать территория позволяет теперь сам дом заходим хорошая кстати дверь ее не обязательно менять такая приличная тяжеленькая внутри уже есть и перегородки все перекрытия в том числе и на втором этаже монолитные есть возможность организовать эксплуатируемую кровлю и так начинаем снизу здесь у нас большая кухня гостиная как видите можно организовать и кухонную зону пожалуйста и здесь можно посидеть стол большой поставить то есть в принципе идеально подходит и гостей можно разместить здесь гостевая комната например если гостей любите можно не на кухне размещать а вот здесь кстати частично мебли ровно все большие хорошие окна то есть теплые и много света красота далее что мы здесь имеем здесь небольшое такое хозяйское помещение можно счетчик поставить вот можно даже газовое котел что завести проблем никаких нет канализация и это ванная комната с окошком для проветривания большая ванная комната так поднимаемся на второй этаж поднялись и у нас здесь еще две комнаты значит это просто окошко для света здесь в коридоре да как я и говорил можно организовать эксплуатируемую кровлю за доплату в пятьсот тысяч рублей мы вам сделаем эксплуатируемую кровлю мы дольем бетонную лестницу и сделаем здесь отверстие выход на эксплуатируемую кровлю с на вопроса пятьсот тысяч рублей но кому то нужна кому то нет участок не такой большой всего четыре сотки и поэтому возможно она действительно будет актуальна я назвал это хозяйской спальней спальней для взрослых вот так она выглядит это такая приличная спальня я считаю приличная комната с балконом все как полагается в лучших традициях вышли на балкон вот такой простор птички поют зелень красота вот так смотрится придомовая территория сверху в теории здесь можно сделать больше зелени вот это разобрать например и увеличить например зеленую зону если вам что-то сажать надо или сажать может что-то там как вариант вот то есть это что касается вопроса по увеличению или уменьшению зеленой зоны вторая комната такая же только еще окно пожалуйста тоже выход на балкон балкончик такой вид здесь у нас соседские огороды в общем зелень красота тоже выход на балкон пожалуйста ну согласитесь друзья приятное соседство то есть как минимум никакого дискомфорта не вызывают то есть соседи приятные люди обычные то есть славяне средней полосы такие как и вы в принципе то есть по большому счету никто никого не укендривается все живут тихо мирно то есть для тихой мирной жизни с детьми с внуками с кем угодно здесь идеальное место как я и говорил дом площадью 110 квадратных метров участок земли четыре сотки выписка адрес ипотеки все проходит все коммуникации подведены кроме газа газ за отдельную плату можно подвести это не проблема он идет по границе участка вот с соседним домом поэтому мы вам во всем поможем если будет скажем так интерес касаемо ситуация по рынку скажу так это не рыночная стоимость этот дом стоит 20 миллионов рублей но это только на данный момент все соседние дома уже подняли цены и начинаются по стоимости от 26 миллионов 26 28 30 миллионов рублей хотя вот те дома которые например в соседних комплексах или отдельно стоящие если рассмотреть то они по площади не больше по площади участка они не больше по локации они не лучше но стоят дороже поэтому вот эта цена эту цену собственник установил буквально ну грубо говоря там на месяц в течение месяца если дом не продается он повышает цену на 2 миллиона рублей следующая цена 22 миллиона на данный момент в Сочи понимаете можно просто держать недвижимость и поверьте она со временем продастся если у вас нет какой-то спешки вы можете заниматься тем что просто полномерно повышать стоимость недвижимости исходя из рыночных тенденций а поверьте сейчас если не вся Россия то пол России поедут именно сюда и цена неизбежно неизбежно будет расти и поэтому такое предложение для того чтобы вы ориентировались по рынку оно ниже рынка оно выгодное оно горячее повторюсь на этом канале вы не найдете ничего кроме горячих предложений или выгодных предложений с целью купить себе или для перепродажи с целью инвестирования поэтому кому интересно эта тема подписывайтесь на все мои площадки в том числе на телеграм-канал как основной источник горячих предложений в сфере недвижимости города Сочи по дороге которая занималась в итоге 13 минут если бы мы ехали не в объезд эта дорога бы занимала 10 минут но глобально разница между 13 и 10 она невелика поэтому вы должны понимать что это примерно то на что вы можете рассчитывать в городе Сочи если у вас задача есть переехать в свой собственный дом и сделать здесь ремонт у нас есть бригады которые вам помогут сделать ремонт на высшем уровне неважно какой эконом комфорт или бизнес класс вы хотите бизнес ремонт да то есть имеется ввиду по проекту с какими-то сложностями и так далее у всего есть своя цена и поверьте любой ремонт может быть качественным и вот я за то чтобы в каждой так сказать нише ценовой был именно качественный ремонт не какая-то халтура а именно я за качество в плане ремонтов мы ведем сейчас несколько проектов и я обязательно в ближайшее время вам их буду освещать если у вас есть желание выполнить ремонт в краткосрочной или среднесрочной перспективе можете писать мне на WhatsApp я отправлю вас передрисую дам номер телефона человека кто занимается у нас ремонтами я лучше его номер оставлю прямо в описании к этому ролику вы можете переходить и с ним связываться напрямую вот чтобы не было никаких там передач и так далее вот напрямую пишите надеюсь этот обзор вам понравился описание этого дома а также локация этого дома будет указано ниже в описании к этому видео напишите пожалуйста что вам понравилось что не понравилось чтобы я мог понимать куда мне двигаться дальше как сделать обзоры еще более информативными еще более полезными для вас также напишите в комментарии какие темы мне осветить в следующих роликах чтобы я понимал что для вас сейчас самое важное на этом все с вами был Павел Мороз в Сочи всем хорошего дня замечательного настроения побольше денег и здоровья вам и ваши близкие всем пока